И продолжим набор квестов растепенных. Побегаем по местным улочкам. Посмотрим, что тут где. В общем-то, по карте довольно-таки обширная область. Так что... Ну да, как видно, это совсем-совсем нефешенебельный район. Здесь по углам стоят проститутки. Различные криминальные типы и нищие. Так. Ивос. Это тот самый Ивос, которому моряк проиграл свою серьгу. Ростовщику Геббину в Старом Городе. Продвигаемся немножко по этому квесту. Следующая цель в наших поисках это Ростовщик. Ну, кстати, по-моему, я его видел где-то там в начале. Вроде бы как он шлялся где-то. В общем-то, потом надо не забыть и подойти к нему. Беседовать. Насчет серьги. Тут у нас что? Ага, вот, собственно говоря, еще один вход в канализацию. Лезть я туда пока не буду. Ассенизатор. Так. Что за баситы? Мерзкие шестиногие твари. В общем-то, да. Сенизаторы основа города. И нам предлагают вознаграждение за баситов. 50 золотых за хвост. Что ж, возьмем его. В общем-то, весьма хорошее задание. Весьма прибыльное. Потому как баситы встречаются не только в канализациях, но и за пределами города. Я, правда, не уверен, что и за те хвосты нам тоже отсыплют деньжат. Но все-таки, мало ли. В конце концов, есть такая возможность. Проверим. Потом посчитаем. Посмотрим. Очередной торговец. Так. Ну, это торговец. В общем-то, драгоценностями. Не очень-то их у него много. И я вот здесь что-то видел еще. Какой-то намек на квест. Ага. Вот он. Лист там застрял пока. Педрак. Так. Так. Злодеи и демоны. Да. Меня зовут Педро. Я работаю над Танкредом. Ну, в общем-то, это мы уже знаем от Флис. Которая тоже работает на него. Так. Ему надо, чтобы мы накрыли шайку, приторговывающую солью антрабандистов. Торгующую солью. Принесли ему какие-либо доказательства. В общем-то, возьмем этот квест и двинемся в другую часть. В другую часть этого райончика. Посмотрим, что можно найти там. Да, вообще-то... Надо бы все-таки найти этого ростовщика. Чтобы не забыть, спросить у него по поводу серьги. По-моему, он был где-то... Вот не ты ли это, в случае? Да. Да-да-да. Это он. Итак. Игрок его спродал вам серьгу. Ага. Но я уже перепродал ее куксу. Его звали Агило. У него лоток на рынке Аврума. Значит, следующий пункт у нас будет по этому квесту рынок. Да, в принципе, торговцев там много. Но... Думаю, нужный нам будет выделен каким-либо образом. Кто-то тут на балалайочке наяривает. Весьма задорные мотивы. Да, это крупный район. Достаточно так. В общем-то... Несмотря на всю его такую обветшалость. И непрезентабельность. Весьма-весьма крупный мест. Очередной колодец. К сожалению, в него мы залезть не можем. И... Кто у нас тут? Так. Мясник. Кукла упала в колодец. Пропала навсегда. А теперь все потеряно. Что за кукла? А, ну это была непростая кукла. Я купил ее у ведьмы. Потому что моя дочка заболела. А эта кукла вылечила ее. Но теперь кукла пропала. И я боюсь, что моя дочь умрет. Вот так вот. В общем-то... Все пути у нас ведут в канализацию. Как или иначе. Уже не один квест. А ты кто? Что ты нам можешь предложить? Безглазый нищий. Фермы я, понимаешь, воняю. Даже не буду говорить, чем воняешь ты. Вот. Но да ладно. Был северянином. Кто вы? Меня зовут. Значения не имеет. Так. В общем-то... Я потерял землю и деньги. А теперь еще и глаза. Аптекарь покончил с ними. Вытащил их прямо у меня из черепушки. Так и сделал. Подлая гадина. Да. Вот это да. То есть... В общем-то... Вытащил он их на эликсир. Вообще довольно жестоко. Вот прям так взять и вытащить глаза. Хотя надо признать. Для этого необходимо определенное умение. Чтобы без всяких, скажем так, дополнительных средств. Просто взять и извлечь. Но аптекарь он на той аптекаре. Хотя он больше уже на алхимика смахивает какого-то. Кто бежал? Куда бежал? Ленинелс становится слишком опасным для аринианцев. Они ложатся на дно или покидают город. Так. Приезжал он к аринианскому торговцу. Ну да. Понятно. В общем-то... Как раз Ренни пришли из Аренни. Поэтому... Аринианцы сейчас попали. И... Домик спалили. А вот... Джинниан пропал. Неизвестно куда. Что нам там сказали? Ой. Нету, да? Так. Фамилия. Драгоценность. Где-где? Торговец. Так. Что бежал бы так. Так вот, смотри. Чей дом был подожжен и зеленой толпой. В общем-то... Не знаю я, где это можно все выяснить. А ты что скажешь? Купить доспехи. Вот так вот, казалось бы. Не очень-то очевидно. Просто стоит на дороге и продает доспехи. Ну. Нам ничего не нужно. Можно, конечно, было прикупить и флиз. Такой кожаный камзол. Но, боюсь, там будет большой минус по скорости. А этого не очень хочется. Совсем, скажем так, не хочется. Как я уже говорил, она будет в основном луком пользоваться. И... Как-то... Думаю, не лучшая затея. Прям так срезать этот показатель. Да, я уже думал, что тут что-то полезное. Но... Очевидно, ничего. Так. Вроде бы тут я все осмотрел. Где еще я не был. Так. Ага, вот в эту часть я не ходил. Вернее, дальше там. Пробежимся. Посмотрим. В общем-то, отмечать на карте как-то... ПС я здесь не буду. Особо, я думаю, они никуда не денутся. Да и, в общем-то... Из таких движущихся, да, там был только вот один этот... Расставщик. Остальные стоят на месте. Так что... Выполним квест и придем, сдадим. В этом никаких проблем не будет. А кто ты такой? Устраивай путь в пахарь. Зачем тебе понадобятся мои услуги? Рецензии... Так, морковку на рынке продавать. Ага. В этот раз ничего. В общем-то... Как я понимаю, этот тип занимается подделкой документов. Ну... Запомним, что он здесь есть. Вот так вот. Ну и стоит от себя. Да, здесь уже довольно много криминальных личностей. Очень много. Угу. Вот. То есть, как я понимаю, если бы с нами флис не было, сюда бы мы вообще не вошли. А, между прочим, это дом самого Танкреда. Или Танкреда. Не знаю как. Правильно. Такое ворожское логоло. Своеобразное. На вид, причем, характерное такое достаточно. То есть, здесь свалены вещи. Всякие разные. Вот. И... Собственно говоря, здесь можно что-нибудь прикупить. Кинжальчики вот. Да. Вещи очень хорошие. И хорошие они очень по цене, прежде всего. Аж 50 тысяч. И то, что вот они с синеньким выделены, это говорит о том, что мы не знаем их истинных свойств. Причем, самое забавное, что даже торговец сам не может нам ничего о них сказать. Вот. Зато можно толкнуть ему много чего. В общем-то. Толкать продыма особо нечего. Не буду ничего продавать. Все отложено. Паразапас. Пойдем наверх. Так. Кто-то у нас тут лежит. Флиз. Танкред умирает. Ого. Вот даже так. Ренни. Да. И сюда они добрались. Да. Женщина в белом. Через окно. Быстрее крысы. Никто, кроме Танкреда, ее не видел. Кто она? Ее зовут Аоки. Как сказал Танкред. Она лидер общины Нефритового храма. Что за община? Так. Императорское духовенство. В общем-то, Мурат это нынешний император Арении. Довольно злой, надо сказать, человек. Именно он ведет сейчас армию. Ну, вернее, не он. Он направил своих вот этих четырех всадников. Которые и носятся сейчас по нашей земле. А зачем Аоки его убивать? Кто знает. Говорит Махритак. Ну, понятно. Сложный яд. А можно вылечить. Нет, только медленная-медленная смерть. А Танкреда что нужно? Так. Угу. Да. Что же теперь делать? Ну, в общем-то... Иосифу... Должно быть, в принципе, все равно, что станется с Танкредом. Вот. Опа. Хорошо заглянул так. А вот флис... Надо сказать, это было неприятно услышать наверняка. Ну, вот. В конце концов, в общем-то, несложно предположить, что будет, если он умрет. Сейчас есть какая-то власть определенная, подчиняющаяся авторитету Танкреда. А если он умрет, начнется война за власть. В самой шайке, между разными там шайками. Ну, в общем-то, все как о настоящей жизни. Вот такие вот дела. Так что, ничем хорошим это не грозит нам. Забежим сюда. Да, там обновился дневничок. Надо посмотреть, что по поводу Танкреда. Так. Глаза нищего. Катарбандисты с соли. Где же? Где же, где же это все? А, вот, убийца Танкред. То есть, в общем-то, это пошло даже в основные задания. Вот как. Так, с обществом неприятного храма. Ну, здесь не то чтобы задание. Скорее, это носит более такой информационный характер. В общем-то, сделать мы с этим ничего не можем. Вряд ли найдем противоядие. Очень сильно я сомневаюсь в этом. Что оно вообще есть. Да, вот жгут мусор. Различный. Так, это тот тип внизу. Большой костер. Вот это, собственно, как раз представитель арене. Можно заметить по его такой специфической одежде национальной. И идем по мостику. Так. Ну, там мы выйдем, видимо, с той стороны. Да. А тут чего? Карту закроем. Ага. Вот там я вижу вывеску. Не тот ли это алхимик, который нам нужен? Который похитил глаза нищего. Хороший такой вид там на тюрьму. То есть все, пятое-десятое. Большой ассортимент побрякушек и безделушек. Очень большой ассортимент. Просто огромный. И это явно не тот тип. Тогда остается еще, в общем-то, алхимик при входе на локацию. У него там лавка своя небольшая такая. В общем-то, туда и зайдем. Так. Не надо вот об мусор. Запинаться. Всякие собаки лазят. Или это кошка. Непонятно. Не разобрать. Крысы. В общем-то. Тот еще райончик. Так. Ну и, наверное, по поводу заданий все. Здесь все, что мы могли, мы взяли. Кое-что начнем прямо сейчас выполнять. В частности, по поводу глаз спросим. Что там можно сделать. Балалайка. Так, а ты ничего нам не скажешь полезного? Ну, в общем-то, ничего такого. А Рениан. Вот. Вот. Неплохо. У вас есть заключенный по имени Джинниан. Джинниан? А, этот Рени. Чей дом сожгли. Он здесь. Но пока у меня не будет приказа об освобождении, он никуда не пойдет. Приказ? Что за приказ такой? От королевского судьи. Да, в общем-то, во дворец нам будет попасть проблематично. Весьма-весьма проблематично. А вот... Что, если попробовать этот приказ подделать? Где-то тут обитался тип. Предлагавший подобные услуги. Так, хотелось бы верить, что я правильно бегу. Все-таки... Наверное, стоило пометить. Ну, да. Или он под мостом там стоял? Не помню я. Не помню, где он был. Да, он не здесь. Не здесь он, с той стороны. Ладно. Флис вперед побежал, это же. Так. Тут нигде срезать не удастся. О, нет. Ну, да, в общем-то. Все равно придется бегать кружным дальним путем. Что очень жаль. Ну, да ладно. Там мост, вход на мост завален. И в любом случае, думаю, не сильно бы это сократило путь. Так. А стоял он где-то... Да, вот он. Вот он, этот криминальный тип. Мне нужен приказ об освобождении. 25 золотых. Да, не проблема. Ну, впиши Джиньон. Отлично. Так. Ничего нам не надо. Фальшивые документики. В общем-то, дело довольно рискованное. Надо сказать. Потому как, как бы нас самих не загребли. Вместе к этому Джиньону не посадили. Я за подделку государственных документов. Но вдруг обойдется. Кто знает. Так, как это я так быстро выскочил? Все-таки, наверное, был там какой-то проход. Я его не заметил. Ладно. Стоп, 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 стоп. Отдаем приказ. Джиньон, да, где-то это достал. Угу. На-ка, двести. В смысле, двадцать золотых. И забудем, где я его достал. Вот так. Подкупили стражу. И договорились об освобождении. Сразу, собственно, пойдем сдадим этот квест. Мы сначала забежим сюда. Не тот ли ты алхимик? Да. Тот самый алхимик. Да, у меня есть глаза. Разорливость. Может быть, отдашь все-таки глаза-то? Ммм. На что будем меняться? Так. В холмах живут саламанки. И нужен язык. Так. К сожалению, этот квест будет не так-то просто завершить. В общем-то, уже два задания у нас получаются за пределами города. Одно связано с мечом. Который не был оплачен. Вот. Нам нужно найти охотящегося лорда. И второе задание. Найти саламанку и добыть язык. Так. Вроде бы здесь где-то были те, кто давал задание. Так. Джинни в крепости. Так. Получили опыт. Получили золото. Вот, собственно, мы получили как раз 25 золотых. Которые мы забрали за... В смысле, мы отдали за приказ. Так что, в общем-то, можно сказать... Они оплатили его. Так, погоди. А, вот. Джинни нас освободят сегодня же. Так. Вы не сделали ничего противозаконного? Нет, нет. Конечно, нет. Я стал сильнее. Ничего подобного. И заработали 50 золотых. И, кстати, подняли уровень. По обоим персонажам. Так, луки. Ну, луки я... Иосифу качать не буду. Думаю, это привилегия флис. Ну, а вот вкачаю мечи. Вкачаю лечение. Даже, наверное, лечение... Вот так вот, да. Побольше влечения. А то я как-то его забросил. Хотя говорил, что именно его я и буду прокачивать. И флис. Флис прокачаем отмычки. Чувствую я, все-таки это нам дело понадобится. И вот здесь появилось тяжелое оружие. А это значит, что наконец-то можно ей надеть сапоги. Подбитые сапоги. Вот эти вот. 10 и скорость 1. А у этих 7 и скорость 1. То есть, очевидно, что эти лучше. Вот. Да и выглядит, надо сказать, более... Красиво. Так. Что у нас по заданиям? По заданиям, наверное, все. В общем-то, здесь больше нам нечего делать. Поэтому отправляемся на рынок. И на рынке нам нужно найти купца. Поговорить. Засерегу. Узнать, что там. Так. Пупец, пупец. Где же он тебя найти? Посмотрим. Среди вагончиков вот здесь нет ли кого-то. Ну, в принципе, понятно, что он должен быть выделен определенным образом. То есть, над ним должен быть значок, вот это вот общение. Так что, не так это все должно быть сложно. Однако, тут довольно много их. Придется немного побегать. М-да. Хотелось бы купить лук. Но для этого, наверное, придется идти туда, в окра... В окраины Денела. Не ты ли? Он нужен. Ага. Да. Это он. И 200 опыта. Так, прослушал я, в смысле, прощелкал, что там нам нужно. В общем-то, посмотрю я здесь. Так. Счастливый амулет. Найдите серьгу и принесите ее. Он отдал серьгу своей госпоже дамы, которая живет на острове Буркан. Угу. В общем-то, чью-моряк у нас не скоро получит серьгу. Очень не скоро он ее получит. Так. И... Посмотрим, что можно купить здесь. Тут тоже, вроде как, было несколько торговцев. Прежде чем отправляться дальше. Неплохо бы закупиться. В общем-то, щиты я покупать не буду. По той простой причине, что пока побегаю с двуручной катаной. Так, а вот ты кто такой? Продавец книг. А, точно, точно, я вспомнил. Купил же я книгу, которая была нужна монаху. А вот относил я ее ему или нет. Скорее всего, нет. Поэтому надо сейчас до него сбегать. Сбегать да отнести. Так, полуторный меч, широкая сабля. В общем-то, ничего такого. Да, еще смущает меня вот этот вот человек, продающий светильники. Он явно нужен для какого-то задания, а вот для какого, пока что не ясно. Сбегаем сюда. Да, и, кстати, я отмечал там на карте, если я правильно помню, попрошайку, который как-то занимался отловом крыс, что ли. Что-то такое было. Надо посмотреть, где. А, вот, прямо здесь. Как там было-то? Да, ловец крыс. Ну, вот он стоит. Да, я думал, он как-то поможет нам с заданием, связанным с колечком, которое вытащили, предположительно, крысы. Ну, либо горничная, либо крысы. Вот. Но, видимо, ничего такого не будет. Придется самим во всем разбираться. Еще один ремесленник. Коих тут весьма много. А я разыскиваю монаха. Но где он стоял, я не помню. Возможно, он был с той стороны от моста. Может быть и нет. Ладно, сперва здесь посмотрим. Там будет видно. А, вот. Вот он стоит. Отдаем ему книжку. Вот ваша книга. Так. Видите, как это она. Другой том у нас в монастырье на острове. В общем-то, видимо, этот тоже квест у нас пока что откладывается. Но потом припомним об этом. Так. Ну и тут, наверное, все. Теперь можно... Пойти сдать другие квесты. И выходить на карту. И выходить на карту. И вот так. Другой том, как это будет. И вот так. Записание. Как вы видите. И вот так. И вот так. И вот так.